Бункер Фолча Давайте продолжать наше прохождение В прошлый раз мы начали новую кампанию, так что давайте посмотрим, что у нас здесь есть, по каким из локациям мы еще не ходили Так, давайте, наверное, с фургона начнем, посмотрим, что же здесь есть Так, мы пришли за лечением, вам были нужны медикаменты Да пока нам, наверное, и не надо Пока нам это не надо Так, отпущенные солдаты, давайте-ка, наверное, к ним сходим, посмотрим, что здесь такого интересного На делянке расположилась шумная и буйная кампания людей в поношенной форме Узнав Бернса, они поприветствовали его как брата Их лидер, лейтенант Майкл Скотт, пытался раздобыть для своих спутников выпивку табак и опиум Не привлекая внимания городских властей Так Ага, то есть мы можем опиум, табак или бутылки спиртного притащить Ну что ж, давайте тогда к доктору сходим и посмотрим, у него уже опиум наверняка есть Так Целебный эликсир, порошок, бутылки спиртного О, кстати, бутылки спиртного, вот он в принципе есть Давайте все возьмем в бой Вот так То есть мы можем пока только бутылки спиртного притащить Ну что ж, давайте это и сделаем Посмотрим, что они нам дадут за это, за спиртное Вы предложили им выпивку В благодарность за подарок солдаты пригласили вас переночевать у них Бернс, казалось, расслабился впервые с момента вашей встречи И в итоге их хорошее настроение и радушие взбодрили даже вас Вы проснулись счастливым, хоть и небольшим похмельем Так, что же здесь у нас? Здесь мак у нас есть, а вот здесь кожаная получается Кожевня Рохас Вонь от дубильных веществ стояла удушающая Но говорили, что у кожевника есть часть метеорита И поэтому вы пошли дальше Когда вы рассказали кожевнику о цели визита Он пожал плечами Раньше он использовал кусок метеорита для ускорения дубления Но теперь он нашел надежный источник дубленных веществ И метеорит ему был больше не нужен Но, к сожалению, для вас кусок метеорита покоился на дне чана полного ядовитых веществ Если у вас хватило смелости, вы могли просто попробовать достать его Так, вы черпнули и попробовали самостоятельно достать метеорит Вы попросили Бернса сделать это Что же интересно, давайте, наверное, Бернса Пусть он искупает свою вину Ваш спустник начал искать в чане осколок метеорита Но это у него ушло некоторое время А когда осколок наконец-то нашелся, рука спутника была сильно обожжена Ему требовалась помощь врача Все ясно Кусочек метеорита в вашей руке нагрелся, расплавился и впитался вам в кожу Как-то Вы почувствовали, что стали сильнее Но поняли, если вы хотите собрать достаточных фрагментов Чтобы Персонс вышел из укрытия, надо перестать поглощать их Вон оно как Мы поглотили один из кусочков Однако, давайте-ка нашего чувака полечим Так, вам нужны были медикаменты А, нет, подождите Какие медикаменты? Нам нужно было полечить наших чуваков Давайте-ка полечим нашего спутника Так, за лечением Доктор заверил вас, что он эксперт в человеческой анатомии Он выполнил больше всего ампутации в битве за пролив Сабин Если считать и смертельные случаи Доктор отметил, что его услуги стоят недешево Но он наверняка сможет вам помочь Особенно если дело связано с ампутацией Берз был ранен Так, вам нужно было заштопать раны Интересно, в чем разница между этими двумя? Вы решили, что не нуждаетесь в лечении А, ну, то, что выход Это выход вообще А там это выход в предыдущее, так сказать, меню Где можно выбрать торговлю Все понятно, но у нас Баксов пока нет Давайте посмотрим, куда мы еще можем сходить У нас здесь есть церкушка Давайте сгоняем туда Будем этого бедного Бернса, что говорится Кидать из огня до в полне Местная церковь использовала кусок метеорита Как главное украшение чаши для причастия Викари Саймон Сэмс Которого местные уважали и звали епископом Не пожелал расставаться с камнем Вам оставалось лишь застрелить священника И принять то, что ждет вас за убийство Божьего человека в святом месте Что бы это ни было Ну, нам камешек нужен Давайте попробуем У Викавия не было ни единого шанса Вы забрали кусок метеорита Но едва прикоснулись к нему Зашли Зашли с сильнейшим кашлем А, вон оно как Вы получили еще один кусок метеорита Поглотив его, вы могли стать еще сильнее Оставив его себе, получить возможность Обзавестись новым компаньоном Поглотить его или оставить себе У нас останется еще три куска Получается Ну, давайте оставим его себе Не будем поглощать Одну часть метеорита мы собрали Так, у нас следы пумы Ну, давайте сгоняем сюда Что же здесь интересного у нас есть Эта дикая земля принадлежала индейцам Если слухи не врали Там жил могущественный индейский мистик Способный принимать обличие пумы Говорили, что он владеет одним из фрагментов метеорита Вы поискали следы Много часов спустя Когда вы были уже готовы сдаться Вы заметили пуму Зверь ничем не выделялся Если не считать необычного узора на морде И ожерелье с привязанными к нему камням Вы всадили зверю пулю между глаз Пума уклонилась от выстрела И бросилась на вас Сбив на землю Сцепившись с ней Вы катались по земле у склона холма Отчаянно пытаясь дотянуться до ножа в сапоге Наконец вы достали нож И всадили его зверю между ребер В схватке вы получили тяжелые раны Но зато кусок метеорита был ваш Вон оно как Вы получили еще один кусок метеорита Поглотив его вы могли стать еще сильнее А оставив его себе Получить возможность Обзавестись новым компаньоном Я вот даже бляхомуха не знаю Давайте оставим его себе То есть теперь и я и этот Бернс покоцаны Так что же тут у нас есть У нас здесь есть Давайте-ка наверное полечимся Нам нужно по 50 баксов Так опять этот карлик Давайте посмотрим что мы можем ему продать Мы можем остатки спиртного продать Так, сушеное мясо Так, сушеное медика О, бронежилет, ну нифига себе У нас есть бронежилет, офигеть О, классный пистолетик Только боевой запас у него один единственный Так, мушкет 8 Пистолет 8 Малая, средняя Давайте наверное малую наберем Средняя пусть останется Ох ты какой, какое ружьецо прикольное По крайней мере выглядит картиночка неплохо Но урон у него не особо Кстати говоря против укрытий Смотрите, и против полных укрытий тоже неплохо Давайте наверное вот этот тогда выкинем Хотя здесь тоже против укрытий неплохо Да Оглушающая бомба, я вообще не понимаю Зачем она нужна Потому что я думаю, что она вообще ненужная вещь Так, 123 бакса получается А у вот этого чувака, что денег нету Хотите сказать Ёлы-палы У него еще и денег нету Хреново, что тут скажешь Хреново, денег у него нет Значит закрыть Так, будет отменено продолжить Да Пусть отменено будет Ну что ж, давайте в бордель сгоняем Посмотрим, что там интересного есть Вы прибыли в хорошо содержащиеся поместье Состоящее из нескольких больших бунгало И везде освещенное красным светом Беспутное заведение Эммы Бай Бай Было известно своей охраной Охраняли его те же Те самые женщины, которые работали с клиентами Лишь купец встал бы у них на пути В главный зал Пошли в бар Давайте в главный зал Бордель был большой постройкой В баре ошивалась группа стрелков Кухня за прилавком была в открытый двор Но идти туда вам было запрещено Вам разрешено было пройти в зал Где женщины смотрели на вас с недоверием Изо всех сил, стараясь при этом выглядеть соблазнительно Эмма Бай Бай, владельца заведения Оставалась в своем кабинете Давайте в бар сгоняем В баре было почти так же оживленно, как и в отдельных комнатах Женщины выполняли роль вышибал и официанток Вы заметили компанию бакера, сидящих вокруг столика Если нарываться на драку Таких ребят можно изрядно схлопотать Кроме них в зале были в основном старые ранчеры Коротавшие время за картами и выпивкой Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать Вы поставили всем по стаканчику Чтобы разрядить обстановку И не вмешивать других людей в драку Вы спросили барменшу, говорит ли ей что-нибудь Что у них есть выпить Давайте посмотрим, что у них есть на выпить По крайней мере есть деньги И мы можем хоть что-то продать К примеру, мы можем продать К примеру, мы можем продать вот этот пистолетик Там не нужно Также мы можем оглушающую бомбу спихнуть Но у нас денег не хватает Так, денег у нас не хватает Ну точнее не у нас, а у них Что же мы можем взять Долго спиртного Так, значит мы это убираем Стимулятор Ну давайте посмотрим, чем он там на стимулирует Так, и еще можно Трубку шамана возьмем, что ли Ладно, сторговались Главное, что деньги теперь у нас есть Что мы можем еще сделать Допустим Поставили всем по стаканчику Ну давайте поставим 30 баксов у нас списалось Ваше щедрое предложение было Встречено криками радости Особенно рады были ему Вакера Продолживший утолять жажду Текилы Барменшу Говорит ли ей что-нибудь Имя, давайте спросим Судя по тому Какую гримасу скорчила девушка Ваш вопрос попал в точку Она указала на здание Напротив усадьбы И сказала, что Хардин находится там Взят под арест По приказу самого мага Причиной чего Не была понятна никому Поскольку Хардин Годами служил в помощниках у мага Девушка притянула вас к себе И заметила, что По ее мнению Все дело в том, что Хардин стал лишь Больной и Бледной копией Бывшего себя И больше не годился Для настоящей работы Она сказала, что Если вам надо с ним Повидаться Следует поговорить С мадам Бай-бай Жарко дыша Вам в лицо Девушка спросила Не нужно ли вам Еще что-нибудь И фарфором. В центре комнаты, словно бросая всем вызов, стоял массивный сейф. Вы услышали чье-то покашливание и, обернувшись, увидели, что на вас неодобрительно смотрит Эмма Байбай. Вы спросили, сколько стоит свобода Хардина. Эмма Байбай взглянула на своего помощника. Оба они сначала прыснули, потом начали хохотать. Вам ужасно захотелось заткнуть Эммрой пулей. Видя ваше замешательство, Байбай объяснила, что ведет дела только с важными людьми. Вы упомянули о своей роли безвременной смерти человека в маске. Матвам ответила, что это не идет ни в какое сравнение с положением верного союзника мага и руководством организации, вызывающей у всех страх и уважение. Вы поинтересовались, не перепутала ли она слова союзник и подручный? Мадам безразлично посмотрела на вас и закурила сигарету с длинным тонким мундштуком. Она спросила, почему вы интересуетесь таким никчемным сыном безродной козы, как Хардин. Она также поинтересовалась, не занимаетесь ли вы благотворительностью для увеченных и бродяг. С быстротом и молнией вы вытащили пистолет помощника из кобуры и выстрелили тому в живот. Селись совладать с гневом, вы смогли лишь выдавить из себя. Нет. Давайте выстрелим все-таки. И начинается бой. Наконец-то, ребятам, в этой серии первый бой у нас. Что у нас здесь есть? У нас есть пистолет шестизарядный и очень довольно-таки слабенькое ружьецом. Давайте, наверное, наш мужикетик вот за место ружьеца. Пусть он на зарядное, но тем не менее. Броник поставим. Глушев еще бомба пусть будет. И саквояж медика. А что у нас еще здесь из оружия у нас присутствует? И все, в принципе. Вот еще вот эта крутая винтовочка присутствует. Эту крутую винтовочку мы дадим нашему чуваку. Да, все верно. Пистолет у него и так есть. Что же у него еще есть? Давайте сушеного мяса целебный. Эликсир. Что там мясо-то? Узел увеличивает. Трупа не сюда. Семьетра тоже не сюда. Вроде бы все. Пойдем. Так, давайте еще открою карт. Посмотрим, что у нас с картами здесь. Так, ну это труп поедет наш. Так, ближние враги паникуют. Давайте так сделаем. Пусть паникуют. Так, Джокер. Пусть тоже будет. Так. Уничтожьте врага, незащищенного солнечным светом. Бонус. Два защита. Ну давайте будем так. Враги характеристики, когда вы окружены врагами. Ага. Замечательно. И демоническая способность. Ну давайте вот так все закинем. Собственно все карты, кроме нашего, так сказать, людоедства, оно сделано. Ну, начинаем бой. Пои понеслась, что говорится. Перестреляем всех, освободим этого чувака. Так, это типа вот наша мадама. Вот она, какая красавица. То есть ее можно пристрелить, в принципе. Так, давайте так и сделаем. Не-не. Не хрен тут бордель, что говорится, устраивать. Так. Ох ты, нифига себе. Тут прям два чувака сразу. И куда же можно тут спрятаться, интересно знать. Так, здесь не спрячешься. О, вот здесь можно спрятаться. Давайте так и сделаем. Так, сколько там у нас? Фига себе через окна вот этого чувака. А если сужья? То же самое. Так, а вот этого с ружья вообще никак. С пистолета 34%. Ну, давайте того дальнего чувака с ружья стрелим. Блин, и промах, ну надо же. Ох ты, еще одна баба. Что-то спряталась она не в ту сторону совсем. Непонятно, короче. А вот теперь чувак уже в защите. По нам стреляет. А мы-то вообще беззащитные. Это хреново. Ну, почти беззащитные. Тут еще кто-то. Охренеть. Вот, кстати говоря, чувак, которого нам надо освободить. Было бы неплохо сейчас здесь их всех перестрелять и освободить нашего чувачка. О, в испуге. Отлично. Так, где там наш пистолетик? Давайте вот эту бабу захреначим вот так. Отличненько. Они как раз все в испуге. Так, что там с пистолетом с нашим? Ах ты, промах. Хреново. Так-то их тут очень много даже, я бы сказал. Афиг тебе. О, еще кто-то приперся. Ничего, перестреляем всех. Ха, он свалил. А, нет, не свалил. Тем и лучше. Паучи. Шикарно. Просто шикардос. Так. Теперь бы нам надо как-то спрятаться от всех этих чуваков. В принципе, мы можем встать вот сюда. Здесь нас уже никто не заденет. Зато мы можем стрелять всех, кто там. Так, кому мы можем подстрелять? А, мы вот этого чувака даже можем стрелять. Отлично. Ну, стреляем. И промах, естественно. Фигасия, что верится в борделе бабы-проститутки с оружием. Это, однако, охрана не сделана. Состоящая. Так. Ладно, перезаряжайся. И заодно еще ружье перезарядим. Вот так. Отличненько. Так. А ты в кого можешь? Ты в того чувака можешь подстрелить его. Ну, давай попробуем. Отлично. На пятерочку. Он почти трубак. Жаль, не забили его. Не добили. О, еще одни подходят. На фиг тебе. Тут вообще свинтил куда-то. Что говорится. Так, иди-ка ты сюда лучше. И завали вот эту бабу. Отлично. Так, кто у нас там на очереди? У нас на очереди еще одна баба. Жаль, промах. Ах ты. Попал таки. Попал таки по нам. Фиг тебе. И тебе тоже фиг. Так. Мы видим только эту бабу. Ну ладно, стреляй по ней. Отлично. Хотя бы так. Тоже неплохо. Так. Я предполагаю сюда, наверное, сгонять. Здесь с двух сторон будет защищен наш чувак. Ах ты, зараза. Неужели он застрелит? А, нет. Промазал. И это есть хорошо. О, там еще один. Попал. Попал. Нас обходит. Это хреново, ребятки. Так. Что же мы можем сделать? Мы можем, в принципе, вот сюда... А, далеко убежать. Давайте вот этого с ружьем доберем. Отлично. Чтобы не мешал со мной. Так. 54. А почему ты... А, нет, это все верно. Это вот он и есть. Отлично. В испуге. В испуге. Отлично. Теперь еще и мазать будет. Так. Как мы тебя подстрелим? Вот так, наверное. Шикарно. Теперь второй. Да ты че, блин, перезаряжайся. Отлично. Все, одна баба осталась. Перезаряжайся. И вот сделаем вот так. Пусть боится нас. Ух ты, блин, зря я это сделал. Нас могут подстрелить. Вот это... Ёперный бабай. Вот я про это и говорил. Так что начинаем заново, ребятки. А ведь стольких мы перестрелять успели. О, так мы ее че, не подстрелили? Офигеть. Да что ж такое-то. Тут реально их много, ребятки. О, она еще и убегает от меня. Шикарно. Надо было из ружья, давайте, кстати говоря, правда, заново лучше с ружья ее завалить, чтобы за ней не бегать, там ходы не тратить. Ну вот так, отлично. Так, ну давайте, этого попробуем подстрелить. Естественно, промах. Ну, давайте, где вы там бегите. Пик вам. В принципе, можно здесь где-нибудь в этом чуланю. Так, где бы здесь нам спрятаться? А, ну да, вот, вижу, можно. Так и сделаем. Вон они все в испуге. Блин. Жаль, не получилось. Нафиг тебе с такого расстояния, чтобы в меня попасть еще. Ох ты, вот это нежданчик, да-то нежданчик был только что. Хреново, они со всех сторон к нам подошли. Так, 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 так. Этим, в принципе, пистолета хватит. Как так? 60% и промах. И ты тоже промазал. Молодцы, просто, вот, вообще, просто шикарно, молодцы. Два идиота. Фиг тебе. Давайте вы уже попадайте по ним, елы-палы. Точно тут много народу. О, шикарно. Обоих уже ранили. Да пристрели ты его. Неужели? Отлично. Ну, хотя бы двоих. Замечательно. Заново начинаем. Что-то косяк на косяке пошел. Неужели, как и все. Неужели, как и все. Неужели, как и все. А, в принципе, неужели, как и все. С самого начала попасть как надо. А, фиг тебе. И тебе тоже фиг, отлично. Так, куда же тебя поставить-то и выпало. Иди сюда, и отсюда будешь пистолетиком хреначить всех. Отлично. Здесь только баба осталась. Ну хотя бы наименец уже хорошо. Но этого вообще недостаточно. Надо обходить им за диванами. О, к нам уже тут гости пьут. Ох ты, нифига себе. И со спины тоже валят. Со всех сторон, ребятки. Так, троечка. Ну тебе достаточно и троечка. Блядь. Да как так-то, а? Так, а мы можем... Ну да, наверное, сюда беги лучше. Блин, да ты в кого сцелишься-то? Тебе вот это тут забить надо до конца. Как же так-то? На фиг тебе. Блин, попало все-таки. Ну наконец-то. Хотя бы эту завалили уже хорошо. Вставай сюда, вали ее. Ну наконец-то. Так, интересно, ружье у нас там... А, у нас оно разряжено, жаль. А ну-ка, сможем мы по нему попасть? В принципе, есть шанс. Отлично. Вообще шикарно, ребята. Так. Кого же мы здесь можем пострелять? Наверное, лучше встать вот здесь. Классно он выпилился. Вообще просто шикарно. Нет, мы вообще не попадем. А вот так попадем. Пляха-муха. Он сейчас свалит отсюда. Ну так я и знал. И второму путь открыл. Твою ж медь. Так, перезаряжайся. Ну. Мя-мя. Отличный выстрел. Нам бы теперь этого еще бы завалить. О, мы можем вообще сюда приближать. Обойти его. Вот так вот. А он? И куда же он спрятался? А он никуда не спрятался. Ах ты засранец. Все-таки попал по нам. Ты беги сюда. Вдруг кого увидишь? А, ты вот эту видишь, баба. Ну давай по ней будешь стрелять. Попал таки. Молодец. Так, где там наш саквояж медика? Мочи. Да хюперный бабай. Ну как так-то? А, и тот тоже, что говорится, промазал. Молодец. Так. А если ружицу наше перезарядить? Насколько шанс больше попасть? 26. А так. 34. Даже пистолетом лучше стрелять, чем... Так. Так-так-так-так-так-так. Куда же, куда же, куда же. Блин, да почему 34-то так мало-то? Ладно, беги сюда. Вариантов вообще ноль. Вот так стрелять. О! Охренеть. Ну хоть одну завалил, уже хорошо. И этот подбежал сюда. А фиг тебе, выпилился. Я теперь смогу тебя обвалить. Ух ты, еще одна девочка прибежала. Где там наше ружевицо? Шикардосы. Так, а что если... Ааа, у нас уже очков не хватает. Ну, блин, завали ты его. Твою мать. Попал-таки. Как так? Убей ты его. Ну, наконец-то. Ты пока вообще тут стой. Отдыхай, что говорится. Еще раз перезаряжайся. Одна баба осталась. Пораненная. А мы можем вот так сделать. Ей уже шансов убежать куда-то и спрятаться не будет. Убей ты. Вот так. Ну-ка, пистолет. Пистолетом, естественно, лучше. Ей бы еще попаданец одно. Блин. Ну, хотя бы удачу ей скинули. И еще удача минус ей. Отличненько. Ну, кто же, интересно, ее завалит-то? Отлично. Вроде всех. Вроде бы это были все. Беги, будешь меня прикрывать. Перезаряжайся, естественно. Других вроде никого не видать. Че, попрем, наверное, отсюда. Так, здесь вот можно пройти и как раз попасть в то здание. Там, по-моему, на втором этаже еще кто-то был. В том зданице. Здесь никого не видать. Это радует. Все, вроде все перезарядил. А, винтовочка у нас так, перезаряжена. Да, где там наш чувак? Беги сюда. Что говорится, лучше перестраховаться, вот так пробежав тут все через все здания. То, мало ли, кто-нибудь вылезет сейчас еще где-нибудь, подстрелит нас. Так, ну-ка, вот подверки. Так, нам, получается, на второй этаж надо. Правильно понимаю? Да, видимо, на второй. Вот, видите, наверху там кто-то все-таки есть. Там все-таки кто-то остался. Так, давайте сразу сюда, в защиту. Не крушите. Ну, ясен пень. А для чего же мы сюда прибежали-то? Не-е-е! Отлично. Так. То есть, этому чуваку еще нужно бежать сюда теперь придется. Ну, ладно, беги. Да, фиг тебе промажешь по-любому. Вот, я же тебе говорил. И перезарядимся так вот вольненько. И подстрелим ее. 49, почему 49? Странно. Она здесь вообще вон в открытую стоит. Однако ж странно. Ну, ладно, беги давай дальше. Попало-таки. Нифига себе. Сейчас, если промажем, то будет пендец просто. Ёперный баба. Если она в нас сейчас попадет, то нам конец. Как так? Она стоит в открытую. Первый раз был 100%, а сейчас уже не 100%. А, куда ты вообще убежала? Вообще убежала. Ну-ка. Отлично попал. Так, куда тебя, интересно, спрятать? Вот сюда, наверное. Ну-ка, стреляет ее. Вот она, она может попасть теперь. Нет, смотри-ка, промазала. Это хорошо. Это радует. Отлично. Отлично. Всех перебили и победили. Так, ну что, ребята, у нас не хватает только одного чувака. Вакерро. Ну, давайте сгоняем туда. Что тут интересно есть. Мне когда это был процветающий город, сейчас от него остался один лишь бар. Вакерро, который заправлял бывший мэр, маршал Тодд Мэйби. Казалось, что на этой дороге, забытой дороге, продавались лишь табак и выпивка. Вы зашли на обширный двор бара. В баре собралось сомнительного вида пестрое общество из фермеров, ковбоев и разных забулдык. Вы ознакомились с артиментом, вы ознакомились со списком должников. Балу были должны деньги, следующие завсегдаты. Не похоже, что они подписывались настоящими именами. Ага. Вы ознакомились с артиментом магазина. Давайте посмотрим, что они продают. Ух ты, это что за пистолет такой многоствольный какой-то непонятный. Так, урон совсем маленький. А нафига он такой нужен-то? То, чтобы ее запас у него 14. Да я бы не сказал, что это прям супер-пупер. О, винтовка с оптическим прицелом. Тоже урон маленький. Ух ты ж, ёооо. Ну, урон тоже маловат, я бы сказал. Но зато боевой запас у него 4. Тоже неплохо. Так. Ну, нам в принципе, в принципе сейчас ничего из этого не надо. Нам бы полечиться. Где там наш фургон медика? Так. За лечением. За что потираны? 50. Ух ты. То есть у нас опять денег не хватает. Замечательно. У нас 35 баксов. Ты-ты-ты-ты-ты. Ух ты. Нелегальные шахты. Давайте-ка сгоняем вот сюда. Посмотрим, что здесь. Вы пришли на участок роскопа, где группа рабов гнула спины в узких норах гробах под землей. Добывая серебро, вряд ли эти шахты были разрешены властями. Ходили слуги, что у мистера Брекера, одного из владельцев, была коллекция драгоценных камней жемчужной. Этой коллекцией был кусок, естественно, метеорита. Вы сказали Бернсу, что с этим делом стоит разобраться ему. Однако. Вы предложили старателям 50 баксов за метеорит. Вы пригвозили старателям расправой. Давайте вот так сделаем. Ваши угрозы не возымели действия. Вам пришлось убить старателей. Они сопротивлялись и убили одного из ваших спутников. Но в итоге камень перешел к вам. Ух ты, нихрена себе. Кого же интересно завалили это? Вы получили еще один кусок. Так. Теперь под влиянием усиления. Изуродное лицо. Ага. Вы получили еще один кусок метеорита. Поглотив его, вы могли стать еще сильнее. Так. Вы решили оставить его себе. Ну, давайте оставим его себе. Просто. Так. Естественно, у нас метеоритов уже... Ну, кусков, точнее, больше и больше. Остается только нам... Ну, да. Только вот, получается, мы здесь не разобрались. Вот в этом баре так называемом. Ментам магазина. А тут, походу, ничего сделать-то и нельзя. Ладно. Так. И какие же здесь интересные есть еще места. Места, 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 которым... А, вот. Орхидеевый дом. Ну, давайте сгоняем туда, посмотрим, что же здесь интересного есть. В этом непременно нам раньше, вдалеке от большой дороги, действовал черный рынок, в котором расходилась самая разнообразная контрабанта. Про кусок метеорита. Услышав ваш необычный вопрос, торговец оживился, он считал камушек своим счастливым талисманом и не желал расставаться с ним, кроме как повысив для вас цену на остальные свои товары, чтобы разместить, возместить потерю. Так, вы согласились на условия Аким, чтобы удержать цены на прежнем уровне, предложил поделиться с торговцем своим деловым контрактами. Ага. Приложение... Так, давайте, наверное, контрактами. Торговец согласился, вручил вам метеорит и пожелал удачи. Это самый легкий метеорит, походу. Вы получили еще один кусок метеорита, оставите его себе. Отлично. Мы набрали метеоритов, сколько нужно. Так. Продолжайте поиски части метеоритов для поглощения не обязательно. Ага. То есть мы можем еще найти метеориты. У вас были все нужные вам фрагменты метеорита, когда вы вернулись на большую дорогу по Сыльному, вручил вам письмо от мага. Маг был недоволен вашей проделкой в борделе. Он написал вам, как вы догадывались, где искать персона. Так. Это была ловушка, но вы уже не первый раз шли в западню добровольно. Ну что ж, давайте сгоняем в ловушечку. Дозорный холм. Ну давай. Поехали туда. Старый форт надежно защищал всякого, кто проникал туда раньше остальных. Зная, что вы явитесь за персоном, маг устроил засаду со своими лучшими людьми. Однако вы разгадали его замысел. Теперь вам осталось лишь решить напасть немедленно или помариновать врагов еще немного. Давайте-ка атакуем прямо сейчас. Посмотрим, что мы можем нашим спутникам дать. Допустим, цену. Так. В принципе, у него неплохой. А, малая дальность. Малая дальность. Это хреново. Давайте хотя бы среднюю дальность мы даем. А кровавленная рубашка. Ну пусть будет. Т-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так. У тебя что тут есть? Стимуляторы на немомче дают. Улучшает передвижение за счет максимального значения УЗ. Да нафиг надо? Орлинный эликсир. Давайте личное прицеливание. О, пусть будет. Целебный эликсир. Давайте, наверное, за место сушеного мяса. Так. Здесь у нас акваяж. Бомба. Ну давайте, наверное, сушеное мясо за место бомбы. Она нам нафиг не нужна. Так. Вот, кстати говоря. Смотрите. У нас, что говорится, потери какие. Отсутствующая часть мозга. Ни хрена себе. Черепь зажил хорошо, а недостаток интеллекта теперь компенсируется избытком скорости. Ммм. Выдавлен глаз. Исцеленное зрение. Важный персонаж. Ну все понятно. Так. Изуродов на лицо. Так. Что даже госпожа удача не желает на вас смотреть. Однако. Минус 1 максимальное здоровье. Минус 20 максимальная удача. Охренеть. Это хреново. И у этого тоже так же изуродованное лицо. Все ясно. Ну ладно. Что такое. Придется так начинать бой. Так. Давайте еще карты посмотрим. Что у нас тут из карт. Так. Не обращать на вас. Ну пусть будет. Так. Здесь у нас что? Подходящих врагов не понятно. Так. Бонус удачи. Хорошо. Пусть будет. Ну давайте только каннибала этому дадим. В принципе все карты которые у нас были у нас распределены. Теперь пора уже в бой пойти. Наконец-то завалить всех. И закончить наверное эту кампанию. Хотя вряд ли. Бестные мужчины не могли остановить тебя. Ставить опиум-сташ. Что добавить инсульт в инжурии. Смотрите-ка форт тот же самый. Это что это кто-то заложник у них что ли? А. Это вот этот чувак. Которого нам собственно и надо освободить. Так. Давайте подумаем как нам сделать лучше. Давай спрячься. Тут 6. Тут 5. Давайте-ка мы этого на 6 завалим в первую очередь. Вот этого лучше. А. 45. 61. Ну давай тогда 61 лучше. Вот так. Первый пошел. Что говорится. Так. Мы можем в принципе со всех с разных сторон попробовать на них напасть. Но лучше нам в укрытиях быть всегда. Так. Что если нам вот сюда прибежать? Или все-таки сюда? Чтобы с этой стороны хотя... Блин даже не знаю. Даже не знаю. О. А мы можем через здание пойти. Отлично. Тут еще кстати говоря у нас припасы. Смотрите-ка. Смотрите-ка. Тут еще припасы есть. Подождите. А. Всего лишь 2. Все здорово. Здорово. Давайте тогда сюда наверное наведаемся. Ну да. Думаю все-таки сюда лучше. Одним побежать. Второй будет отстреливать он. Ага. Во. Как круто. Что здесь кто-то оказался. Так. А если быстрее стрельба недоступна. Ну давай так стреляй. О. Смотри-ка попал. Молодец. Так. Куда же тебя нам спрятать? Куда нам тебя спрятать? Наверное иди сюда. Попробуй подстрелить этого. Промазал естественно. Естественно промазал. О. Эта тетка вниз побежала. Хотя могла ждать нас. Тупо ждать. Ух ты. Нифига себе на четверочку. Фиг тебе понял да. А он что не в укрытии что ли? Я то думаю. Что это в него попали? Он оказывается не в укрытии вообще вовсе. Так. Где там наш пестель? А или лучше. Лучше наверное перезарядиться. Он тем более вышел. Так сказать. Он думает что в него не попадут. Афиг. Попадут. Вот я говорю же. Вот так вот что попадут. Так. Как же нам вот этих то валить? Отлично. Ты супер. Ждрупер. Так. Здесь у нас. В принципе можем мы сюда. Давай-ка лучше сюда забеги. В домике будь. Что говорится. Чтоб к тебе не попал никто. Афиг тебе с такого расстояния. Плюс еще 60 у нее процентов было. На попадание. Однако. Давайте по домам разбежимся. Ну бляха-муха. Ну как ты мог промазать? Охренеть. Так. Хотя зато вот этот наш может по нему вполне попасть. Или не может. Ёппер не бабай. Ай зря я его сюда вытащил. Его же сейчас точно подстрели. Прямо гадалки. Хотя нет он бежал куда-то. Ну с одной стороны и хорошо. Да. Ты собрали какой-то там товар. Так. Раз ты там самый покоцаный, беги сюда. Чтоб нас, что говорится, с тылу не обошли. Ну а ты вперед. И с песней валить всех врагов. Отличный выстрел. Так. Где тут у нас вход? Ау. Можно сюда пробежаться. Недалеко бежит. Ни хрена себе там какой-то чувак есть. Фиг тебе. Так. А что мы сюда пройти не можем что ли? Офигеть. Ладно, и не будешь собирать вот эти коробочки. Дополнительное хоть задание выполним. Так. Ну-ка. Так подстрелить ты его не можешь. Так можешь, но мало процентов. Ну давай попробуем. Хотя бы удачу. Ты ему наоборот ее прибавил. Удачи. Беги сюда. Надеюсь тут никого нету, чтобы подстрелить нашего. Фиг тебе. Еще один крейт. Рекомендую. Я бы собрал ее красивый паник. Отличненько. Пани пани. О, еще и заспуги. Че, обоссался, да? Блин, промах. А вот сейчас наш будет подниматься шмалять вот так вот. Блин, да что ж ты такой блин, косой-то. Ну хотя бы удачу ему сбили. Смотри-ка попал. Засранец. Так, где наш чувак? А, давай-ка, три выстрела выше, чем один. Надо бы нашего вот этого чувака полечить. У него, надеюсь, есть что-нибудь. Лечил-ка какая-нибудь. Что-ли. Так, че у нас одна баба осталась, что ли, хотите сказать? А, нет, их двое еще осталось. Понятно. Так, 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 так. Ружье у нас заряжено? Нет, ружье у нас не заряжено. Давай, обходи всех. Так, а че у нас тут бутылка спиртного, каннибализия, падальщик. Ну, давайте опиум моему. Хрена к нему, что говорится. Вот хп-шка у него уже возросла, уже радует. Так, уже у тебя не заряжено. Перезаряжайся. Так, иди сюда. Вот, всех, что говорится, по местам расставили. Теперь можно ход один скинуть и пойти во... Ох ты, блин. Ну, че, одного из них видим? Нет, вроде не видим. Так, куда же бы нам спрятаться здесь? Вот сюда, наверное. Лишь бы не подстрелила. Но не подстрелила, и это радует. Так. Ну что, жди пока. Так, следующий. Походи сюда. Надеюсь, тебя не подстрелят. Не подстрелила, и это радует. Да ты что, блин. У тебя че, все не заряжено-то было. Стреляй по вот этому. Отлично, бабу завалили. А остался один чувак только. Так, иди сюда. Ты че, чувака не видишь, что ли? Капец. А, это мой основной перс. Основной. То есть, остался этот чувак, который спрятался. Так. Отлично, попал таки хотя бы. Так, ну-ка. Ты, может, в смартфон тоже сможешь попасть? Ага, фиг тебе. Ты вообще никого не видишь. Лампы, заряжайся пока. Ну-ка. Ну-ка. Ну, зато удачу сбил. Уже хорошо. Ух ты ж, нифига себе у него винтовочка. Если в укрытие, он пятерочку сносит нам. Да, хреново. Получили. Так, а может быть нам вот сюда бы было круто встать. Сейчас попробуем его обойти с разных сторон. Ты перезаряжайся и тоже по нему шмаляй. По крайней мере, удачу будете ему сбивать. И это будет круто. Видишь, будет мазать. Так я и говорил. Будет мазать. Что говорится, пока третий не прибежит. О, слушайте, неплохо пропадает, в принципе. Так-то. Так-то попадает. Все, чувак, сдавайся. Тебя окружили. Попал таки, зараза. Ну, давайте полечимся. Я думаю, в самый раз. Блин, плюс три маловато. Так, иди-ка сюда. Чтобы наверняка в него 100% быстро. Отлично. Блин, он не добил его. Ну, ешкин кот. Мочи. Все ему, кранты. Тебе кранты, понял, да? Я ж говорил. Так, беги, а то освобождай. Вроде врагов пока не видать. Хм, что было больше никого убивать. Главное задание выполнено. Когда после боя улеглась пыль, он был там, незнакомец, остановивший вашу смерть. Человек, поручивший вам жить и убивать. Жечь и убивать. Когда после боя улеглась пыль, он был там, незнакомец, остановивший вашу смерть. Человек, поручивший вам жечь и убивать. Вы поняли, почувствовав холод в костях. Кто стоит перед вами? Он высоко оценил ваши старания по сбору отряда. Чтобы вторгнуться в чистилище, вам осталось сделать лишь одно. Сразиться с магом и вынудить его рассказать, как попасть туда. Вы сказали, что сперва хотите задать ему вопрос. На это он с сухой ухмылкой ответил «Пли». Вы сказали, что для вторжения в чистилище у вас вполне уважительная причина, истинная любовь. Он усмехнулся. Но продолжили вы... Но продолжили вы вам неясен его интерес к вашей жизни. А в том, что такой интерес есть, вы не сомневались. «Все просто», — ответил он. «Единственный порядок вещей — самое гнусное преступление против человечества из всех сотворенных. Он превратил людей в рабов и в жалкой покорности, ползущих от колыбели до могилы, влачащих существование, которое с трудом можно было назвать жизнью. Хаос же, с другой стороны, раскрывает весь потенциал человечества, «Где есть безумцы, есть и гении, где есть самые отъявленные злодеи, появляются и величайшие герои. Нарушив существующий порядок, главное призвание человечества, а чистилище — главный оплот этого порядка». Бред какой-то, короче. Он сказал, что все это время готовил вас себе в воители. И теперь конец уже близок. Как только вы заставите мага показать вам путь в чистилище, с рабством человечества можно будет покончить навсегда. Вас ждало последнее испытание. Мы ушли. Так, продолжайте искать поиски частей метеорита для поглощения. Обязательно идите к магу и узнайте у него, где находится... Для поглощения. Ух ты, тут нифига себе. Территория-то, смотрите, вся сожженная какая-то, мрачная. Ну что ж, поехали к магу. Вы вернулись в цирковой шатер, но он был заброшен. Без столб зрителей темные комнаты казались абсолютно незнакомыми. Вы могли начать поиски мага в главном куполе или за кулисами. Главный купол за кулисы, наверное. Для бродячего цирка за кулиси было, на удивление, роскошным, украшенным зеркалами, дорогими коврами и фарфором. В мгновение ока фарфор взорвался вспышкой ослепительного света, осыпав вас мельчайшей пылью. Вы успели протереть глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как на вас падает кровельная балка. Балка со всей силой ударила вам по вам, неся серьезные ранения. Несмотря на риск взрыва, вы схватили фарфор и продолжили свой путь в главный купол. Вы продолжили разыскивать мага в главном куполе. Ну давайте фарфор возьмем на всякий случай. Красные и синие огни освещали скопища восковых фигур. Некоторые из фигур были до странности похожи на вас. Другие автоматоны были воплощением мага. Все они снова и снова повторяли одни и те же движения. Вы чувствовали присутствие зла. Чутье подсказывало вам, что там находится и маг. Персонс закричал, показывая на автоматона с пулеметом Гатлинга. Он выбился из общего ритма движения и поворачивался к вам. Вы бросились на зиму и маг в ту же секунду выпустил в струю пуль, разорвавших все на части. Вы отползли на удобную позицию для стрельбы и смогли вывести его из строя выстрелом в руку. Вы потребовали от него рассказать, где находится голуба. Маг улыбнулся. Он враждовал с вами лишь потому, что такова была чужая воля. По его словам, он был, как и вы, марионеткой в руках того, кто выше. Он продал свою душу за магические способности. Вы потребовали объяснить, что значит чужая воля. Вы повторили свой вопрос про перевозчика. Несколько недель назад незнакомец, давший ему его таланты, вернулся, чтобы рассказать магу о вашем приходе. И сделал ему новое предложение. Он готов был даровать магу международную славу, если тот испытает вас. Маг должен был организовать испытания и препятствия, которые вам предстояло преодолеть. Маг не знал, что победить он не может в принципе. Маг явно готовился произнести последние слова. Речь уже давалась ему с трудом. «Все очень просто», — сказал маг. «С мрачной ухмылкой. Перевозчик находится вниз по дороге у берега реки. Затем, выдав свой последний секрет, Гранд Маг Аль Гретто умер. Краем глаза вы заметили, что из-за вашей перестрелки возник пожар, уже распространившийся по цирку. Оставалось еще одно неисследованное место, невзирая на пожар. Вы решили пойти туда». «Падающие обломки и сильный жар ранили нескольких ваших спутников, но вам удалось пробраться в комнату с трофеями мага. Пока спутники собирали богатство, вы подобрали неприметную безделушку, лежащую в стеклянном шкафчике. Пора было уходить». Ну, собственно, неплохо. То есть мы нашли перевозчика. Отлично. Так, ну, я думаю, на сегодняшний день мы нашу серию закончим. Серия у нас продолжительная, интересная, раскрывающая. Много уже, так сказать, вопросов получилось. Всем спасибо, кто был на канале Бункер Фоллыча. Бункер Фоллыча закрывает свои двери. Фоллыч прощается со всеми вами. Подписываемся на канал, ставим лайки и комментируем данное видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok